Здравствуйте, здравствуйте! Продолжаем знакомство с новинками нашей библиотеки, а именно с новинками детской библиотеки. Итак, для младшего возраста к нам в библиотеку пришла вот такая вот книга «Сборник смешных рассказов», который называется «Первый апреля». В этом сборнике рассказы многих писателей, таких как Тамара Крюкова, Анна Никольская, Анна Игнатова, Владимир Борисов, Сергей Мохотин, Юлия Кузнецова, Елена Габова и Дмитрий Сиротин. И сегодня я хочу прочитать вам два небольших рассказа. Первый рассказ Дмитрия Сиротина «Сказка на ночь». Бабушка, расскажи мне сказку. Какую сказку, Мишенька? Про курочку-ребу или про колобка? А то давай репку. Не, баб, лучше про Бэтмена. Господи, что еще за Бэтмен такой? Как кто такой? Это же супергерой! Человек-летучая мышь, крутейший чувачок. Да? Надо же, а я про него сказок не знаю. О, бабуль! Ну, ладно, ладно. Слушай, горе ты, мое луковое. Жил да был этот твой, как его, Бэтмен. Он самый. Посадил Бэтмен репку. Какую репку? Ты что, бабуля? Зачем Бэтмену репки сажать? Он преступников сажает. Милиционер, что ли? Что-то вроде того, только добрый и с крыльями. Ловит разных бандитов. Пуф, паф! Ну, ладно, ладно, разбуркался, не заснешь. Давай ручки под щечку и дальше слушай. Ага. Ну вот, посадил, стало быть, Бэтмен бандита. Вырос бандит большой-прибольшой. Стал Бэтмен его из земли тянуть. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Ты что, бабуль? Бэтмен же супермен, силач. Как же он бандита вытянуть не может? Как-как? Шибко глубоко посадил, и вот результат. В общем, делать нечего. Позвал Бэтмен бабку. Ха-ха-ха! Какую еще бабку? Ему теперь другой супергерой нужен на подмогу. Терминатор, например. Бог с тобой. Тем, темр, терминатор, так терминатор. Чем бы дитё не тешилось. Вот значит, терминатор за Бэтмена, Бэтмен за репку. Тьфу ты за бандита. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Ха, слабачки! Да, видно, мало каши кушали. Позвал тогда тем, прям, трюминатор, жучку. Ха-ха! Терминатор, жучку! Чем тебе жучка-то не супергерой? Ну, баб, ты не понимаешь. Вот Шрек совсем другое дело. Мать честная, а это кто? О, бабуль, это такой наикрутейший зеленый парниша. Наплодят нечисти, а дитё потом с ума сходит. Ладно уж, давай по порядку. А то бабушка старенькая могёт и запутаться. Значится, Шрек за терминатора, терминатор за Бэтмена, Бэтмен за бандита. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Позвал Шрек Мурку. Мурку, да ты что, бабусь, тут без Спайдермена не обойтись. Ой, Лишенька, Лишенька, это ещё что за зверь? Бабуль, ну ты что, английский в школе не учила? Спайдермен – это Человек-паук. Давай я сам дальше расскажу, а то ты ничего не понимаешь. Ну, смотри, Спайдермен за Шрека, Шрек за терминатора, терминатор за Бэтмена, Бэтмен за бандита. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Ну, значит, без Годзиллы не обойтись. Позвали Годзиллу. Бум, бах, трах, деревня в руинах, Годзилла пришёл. Теперь Годзилла за Спайдермена, Спайдермен за Шрека, Шрек за терминатора, терминатор за Бэтмена, Бэтмен за бандита. Тянут-потянут и вытянули бандита. Ура, браво, супергерои! О, майн-год, это было нелегко! Бэтмен форевер! И терминатор тоже. Годзилла два раза форевер! Бабуль, кстати, а зачем они бандита-то вытягивали? А, Бабуль! Бабуля! Бабуля! А что? Куда? Зачем? Кто здесь? Это я, твой любимый внук Миша. Я только хотел спросить, зачем они бандита-то вытягивали? Какого бандита? Кто вытягивал? У, Бабуль, совсем ты у меня старенькая. Спьюш, а я тебе колыбельную спою. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю, а не то придет Кинг-Конг поиграть тобой в пинг-понг. Ну вот, заснуло наконец горе мое луковое. Теперь можно и в компьютер поиграть.